Представители администрации во главе с первым замом прибыли рано утром на совхозную улицу в Левобережном микрорайоне. Цель – встретиться с жителями домов 27 и 29, выслушать пожелания, осмотреть территорию и оперативно решить вопросы. Первым делом идут на детскую площадку. Жители возмущены, коммунальщики не спиливают сухие деревья, которые в любой момент могут упасть на игровую зону. При сильном ветре постоянно такие деревья падают. Никто их не убирает. И сразу решение. В ближайшее время ответственные службы определят, какие деревья необходимо спилить. А сами детские площадки будут освещены и благоустроены. Далее делегация направляется к РВУ. Он предназначен для сброса воды при повышении уровня на канале имени Москвы. Бурьян, мусор и ряска. Картина не самая приятная. Канал имени Москвы подключить для того, чтобы они ее убрали. Убрали подоны, мусор, что там воняет. Не менее проблемна, по мнению жителей, и выездная дорога. Из-за крутого поворота здесь часто происходят аварии. Вопрос обещали рассмотреть и в ближайшее время дать по нему ответ. Также займутся благоустройством лесопарковой зоны. Обновят забор, отделяющий скоростную магистраль от жилой зоны. Преображение ждет и пешеходный мост. Еще одна проблема левобережья. Вот этот пешеходный мост. Проходит он через скоростную магистраль М11. В дождь или снег по нему невозможно пройти, так как вода льется по узким проходам и затрудняет движение. Как устранить проблему? Вопрос моста уже в разработке и в ближайшее время будет решен. Поручение есть главу уже. Предусмотреть денежные средства на пиры в 2020 году. То есть зимой отрываем пиры и в 2020 году начать СМР с 30-го моста. То есть у нас где-то идет месяцев 6-7 на пиры. Согласование, проекта смертная документация, экспертизу. Пройдем, потому что это дорогостоящая конструкция. Стоит отметить, что городская администрация на целую неделю переезжала на левый берег. Сегодняшний осмотр в рамках выездной недели. Администрация на левом берегу, глава города, будет подводить итоги и проводить анализ. После этого рождаются у нас протоколы и поручения, и разрабатываются дорожные карты. Доводятся до населения, где будет конкретно указано, что делаем, когда делаем, и что в итоге мы получим на левом берегу. Особую озабоченность жителей вызывает спуск к эко-берегу. Сейчас это больше напоминает полосу препятствий. Причем движение по склону под углом практически в 70 градусов. Решение будет совсем скоро. Первый заместитель главы администрации дал поручение найти способ продлить эко-берег вплоть до стыка с Долгопрудным и проработать благоустройство схода к набережной с улицы Совхозной.